Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я надеюсь, нас не слышно. Итак, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования проект «Компас детской психиатрии» приветствует вас. Мы находимся с вами в прямом эфире. И Мария Александровна Симакова, и я, Дмитрий Владимирович Ивашенко, соответственно, детский эндокринолог и детский психиатр, и мы рассказываем последовательно о развитии ребенка от нуля до 18 лет. И прошлый вебинар был посвящен как раз вводной части, где мы рассказали о нашем цикле и привели основную терминологию. С сегодняшнего дня мы начинаем самое интересное. Мы рассказываем, как растет ребенок. И сегодня только один год жизни – от нуля до 12 месяцев. Сначала часть, посвященная педиатрии и эндокринологии, потом часть моя, посвященная развитию психических функций. Напомню, что обсуждаем мы на цикле «Рост ребенка» сугубо норму и не скатываемся в обсуждение патологии. Это очень важно, потому что наша цель – это рассказать о нормальном росте ребенка, психическом и соматическом, в каждый возрастной период, чтобы развеивать мифы. Вот это главная цель. Так что настраиваемся, коллеги, и я передаю слово Марии Александровне. Пожалуйста. Спасибо большое. От меня коротенькое вступительное слово. Невозможно понимать то, о чем мы говорим, если вы не смотрели предыдущие лекции. Поэтому для терминологии, для понимания, почему так, нужно смотреть все последовательно, иначе не поймете. Коротко совсем. Передняя доля гипофиза, которая у нас в основном отвечает за рост и за выработку других тропных гормонов, которые также последовательно будут отвечать за рост. В нашем сегодняшнем вебинаре нас будет интересовать ТТГ. Если в прошлый раз мы больше всего разбирали то, как работает гормон роста, то сейчас мы посвятим время щитовидной железе. Но для начала давайте представим. Итак, у вас на участке ребенок. Новорожденный появился. Вам нужно оценивать его физическое развитие, последовательно наблюдая его в течение его жизни. Есть примерные нормы роста детей и прибавки массы тела, которые представлены на данной программе, на данном слайде. Слайд взят из программы оптимизации вскармливания детей первого года жизни, и это очень ценный документ не только для педиатров, не только с точки зрения вскармливания, но и с точки зрения как раз-таки отличия нормы от патологии. Пожалуйста, ознакомьтесь. И понятное дело, что очень много детей выпадают из тех норм, которые вы видите на слайде. И наша задача отличить, является ли это индивидуальной нормой, или здесь можно заподозрить какую-либо патологию. Те средние цифры, вы можете на них ориентироваться, но все же напоминаю о том, что лучше всего оценивать детей в соответствии с оценительными таблицами. Вы можете прям распечатать подобные графики и вклеить в карту ребенка, и они у вас будут постоянно. Это очень поможет клиницистам в будущем, если мы будем обсуждать какие-либо проблемы, связанные с ростом. Хорошая практика, берите на вооружение. И напоминаю также о том, что до двух лет жизни мы должны использовать именно ВОЗовские диаграммы. Диаграммы Центра по контролю и профилактике заболевания СДС нам не подходят. Связано это с тем, как проводились данные исследования. Первую скрипку в росте ребенка первого года жизни играют териоидные гормоны и также ИФР-1. Именно ИФР-1 обеспечивает, это напоминаю биологический посредник действия гормона роста, именно он обеспечивает активные темпы роста в течение первых недель жизни после выписки ребенка. На первом году жизни темпы роста самые высокие, самые высокие мы знаем, что это до рождения, но в постнотальном периоде, вот, пожалуйста, 25 см в год, 50% от длины тела при рождении ребенок прибавляет за первый год жизни. И хотелось бы отметить, что териоидные гормоны, они влияют в первую очередь на дифференцировку костной ткани, чем на линейный рост, и, соответственно, дети, ну, мы, благо, таких уже давненько не видели, благодаря неонатальному скринингу, но, тем не менее, влияют именно на дифференцировку, на пропорциональность размеров, конечностей, туловища ребенка, чем на линейный рост, учитывайте, пожалуйста, при консультировании. Остановимся подробно на териоидных гормонах. Почему? Потому что зачастую проблемы с ростом на первом году жизни являются поводом для отправки ребенка к детскому эндокринологу. Почему это, как правило, не так? Хотелось бы отметить функцию териоидных гормонов. Ну, давайте я, наверное, перелистну на русскоязычный слайд. Мы знаем, что они влияют на рост, дифференцировку клеток абсолютно всего организма. Рецепторы к териотропному гормону есть абсолютно везде к териотропному и к гормонам щитовидной железы. И гипотероксиномия отвечает за развитие метаболических нарушений, за снижение скорости окислительных процессов. Грубо говоря, нарушается метаболизм. Соответственно, последствия мы видим на слайде. Это влияние на функцию печени, мышц, жировой ткани, сердца, сосудов. В каком плане? Вы все видели эту таблицу. Снижение функции щитовидной железы может отвечать за задержкой роста, повышение массы тела за счет отеков, задержкой психомоторного развития, слабостью, вялостью, стороны кожи, сухостью, отечностью, выпадение волос, брадикардии, запорами, анемии, лабораторными признаками анемии, гиперхолестериномии. И все это может быть в совокупности. Как правило, встречается несколько симптомов. Поэтому, если вы видите ребенка на приеме только лишь с задержкой роста, или с какими-либо другими, например, запорами, первого года жизни, весьма и весьма маловероятно, что вы у него найдете гипотериоз, еще и потому, что есть неонатальный скрининг. Безусловно, у нас есть как ложно-отрицательные, так и ложно-положительные результаты неонатального скрининга. Клинически существует шкала АПГАР для диагностики врожденного гипотериоза. Понимаю, что не всегда есть возможность быстро провести диагностику, и вы можете уже на основании вот этих признаков, и вы видите, что эта шкала подчеркивает совокупность тех признаков, характерных для гипотериоза, чтобы поставить диагноз и заподозрить какую-либо патологию щитовидной железы, связанную с жалобами на рост, в качестве первичного обращения. Гипотериоз у детей, в принципе, первого года жизни, если мы говорим, то мы обращаем на первичный гипотериоз, встречается вторичный, но реже. И всегда есть какие-либо сопутствующие. Мы помним с первой лекции про дефекты генов ПИТ и ПРОП-1 выпадает вся функция полностью. Вы будете видеть признаки гипогонодизма у ребенка, например. Вы будете видеть, помимо задержки роста, помимо клиники гипотериоза, вы будете видеть вот эти проявления. Если мы идем на ретестирование, на повторное тестирование натального скрининга, зачастую мы получаем цифры, высокие ТТГ в сыровой рутке крови, умеренно повышенные. Сейчас детские эндокринологи поймут, о чем я говорю теперь. Чтобы все остальные понимали, это цифры до 9, согласно нашим консенсусам. Эти цифры всегда будут в лабораторных бланках помечены как высокие, потому что никогда лаборатория не будет отмечать данные для ребенка первого года жизни, референсные интервалы для ТТГ. И это большая проблема, потому что родители приходят к вам испуганными. Если вы видите такое повышение, субклинический гипотериоз у детей, в каком бы возрасте его ни оценивали, оценивали разные проявления, разные возраста, исходы лечения такого гипотериоза, безусловно, на настоящий момент ничего нового, к сожалению, нет. Никакого влияния ни на рост, ни на нейриколитивные исходы. Единственная оговорка – это дети первого года жизни с высоким уровнем ТТГ, со снижением свободного тероксина в сыворотке. Там мы лечим безоговорочно, пожалуйста, помните про это. Ну и вторичный гипотериоз. На первом году жизни это, конечно, должно быть наличие других эндокринологических, соматических жалоб. Мне очень нравится это исследование, я его переведу. Это исследование, посвященное описанию кретинизма. Мы таких детей не видим, исследование аж с 1971 года, но оно здоровское в том плане, что есть список тех жалоб, которые отмечались у детей в разных возрастах при постановке диагноза. Здесь как раз тот возраст, который нам интересен. И задержки роста на свой день нет. Не нужно отправлять детей вне каких-то редких исключений на тотальное обследование, рутинное обследование функции щитовидной железы при задержке роста на первом году жизни. К вам на участок может прийти не только хорошенький, розовенький, доношенный, новорожденный, но это могут быть и дети, родившийся созвор или маловесный по сроку гистации. Пожалуйста, помните о том, что подобные дети должны... Во-первых, пишите всегда в выписках. Термин маловесный по сроку гистации, например, ребенок с весом в 2 килограмма 700 грамм на разную неделю гистации, это будет совершенно разная оценка. На 37-ую или на 40-ую неделю вы его оцените. Пожалуйста, не нужно писать в выписках, ребенок рожден в срок. В какой срок? Это очень важно для того, чтобы оценить его адекватный вес и рост по гистационному возрасту. И я вот поигралась с калькуляторами. Это калькулятор на данном случае, в данном слайде представлен Intergrows 21. Вы вот это вводите в любой поисковик, калькуляторы абсолютно доступны. И я вот вам представила на слайде, вы видите, ну, я придумала абстрактного ребенка, рожденного в возрасте на сроке, по-моему, я оставила 28 недель, нет, 30 недель я оставила, и оценка его физического развития к одному году. И вот серенькие ярко-серые квадраты, это если их оценить, такого ребенка, мальчика по возрастским диаграммам, а сзади представлены его параметры при оценке на его, с учетом его срока гистации. То есть здесь срок гистации при рождении. Поэтому здесь, пожалуйста, используйте вот эти калькуляторы для того, чтобы мы могли адекватно говорить о приросте ребенка. Эта программа, эти калькуляторы, они основаны на крупном исследовании, многоцентровом, которое оценивало как раз недоношенных детей и темпы их роста в течение всей жизни. Поэтому здесь есть некая корректировка, поправка. Также для этой цели могут быть использованы таблицы Фентона, но мне проще и быстрее в калькуляторе посчитать. Далее. Рост ребенка в принципе невозможен на первом году жизни без адекватного питания. Это критически важное понимание того, как должен еще и вес прибавляться у ребенка. Поэтому здесь я, для того, чтобы мы с вами далее разговаривали на одном языке, мы не будем так подробно на следующих возрастах касаться, недостаточности питания коснемся, но ожирения точно не будем. Но тем не менее хочется, чтобы мы с вами говорили на одном языке. Дистрофия – термин, который уходит в небытие. Это исторический термин, который на тот момент был правомочен. В нашем варианте дистрофия, паратрофия не должны использоваться. Эти термины не отражают, вы видите, да, то есть это старые классификации, они никак не отражают причину. Почему? А вдруг ребенок, только что говорили, малый по гистационному возрасту, а вдруг он родился с задержкой внутриутробного развития. Какая причина вот этой дистрофии? Термин абсолютно никакой. То есть я вот даже привела вам специально исторические аспекты, но это невозможно так говорить. Дети худые, дети короткие, дети такие, дети сякие. Есть термины, которые используются у нас в МКБ-10. Их, ну, корректность может быть, может, конечно, обсуждаться, но тем не менее пока что ничего лучше у нас нет. В МКБ-10 мы говорим о белково-энергетической недостаточности или о недостаточности питания. К этому мы переходим. Как мы оцениваем недостаточность питания? Питания на первом году жизни? Ну, согласно нашим клиническим рекомендациям, это все-таки отношение индекса массы тела по возрасту. Пожалуйста, смотрите на своих детей. Дети первого года жизни в росте и в весе проваливаются очень быстро и очень синхронно одинаково. То есть ребенок может перестать набирать вес и тут же перестать набирать рост. Поэтому это очень важно. Те измерения, которые есть. Если у вас есть только единственное измерение, оценить тяжело. Вы можете использовать разные показатели. Все они рассчитываются в тех калькуляторах, о которых мы говорили. Если у вас есть два измерения, становится чуть интереснее, потому что вы можете показать динамику снижения темпа в прибавке веса к длине тела. И, соответственно, уже оценить, этот ребенок нуждается в какой маршрутизации. У нас пока в России приняты критерии недостаточности питания по индексу массы тела отставания менее двух стандартных отклонений. Не работает. Очень сложная дифференциальная диагностика причин вторичной недостаточности питания, которые могут давать нам задержку роста. Мы не будем сейчас на них подробно останавливаться. Я буду отчасти некоторых из этих заболеваний касаться в процессе наших лекций. Что хочется сказать? Во-первых, задержка роста вследствие нарушений аминокислотного обмена и других каких-то врожденных нарушений метаболического характера сейчас благо входит в программу неонатального скрининга. С этого года у нас 36 на залоге в Московской области, в Москве. Понятное дело, что это локальные акты. Не везде это еще добралось, но тем не менее. Всегда есть сопутствующие заболевания. Всегда есть проблемы, которые вы можете увидеть у ребенка. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание. Хотелось бы еще сказать несколько слов в отношении деток с избыточной прибавкой в массе тела. Это правда очень важно, потому что эти дети имеют и ускоренные темпы роста в том числе, в норме. Опять-таки термин паратрофия мы забываем. Мы их называем детьми с избыточной массой тела или с уже ожирением. Но мы говорим про первый год жизни. И обратите, пожалуйста, внимание. Да, у нас есть критерии, которые не разделяют возраст ребенка, не учитывают. Но вообще критерии ВОЗ разделяют детей до 5 лет и от 5 до 19 лет. И, как правило, это дети, которые находятся на грудном вскармливании. Как правило, это дети, родители которых также росли. То есть они имеют генетическую предрасположенность чуть больше набирать в массе тела, чем остальные дети. Пожалуйста, пользуйтесь все-таки критериями, те, которые также представлены и в нашей национальной программе по недостаточности питания. Я, в общем-то, уже сегодня ее упоминала. Больше плюс трех риск избыточной массы тела. Мы не говорим об ожирении, мы не пугаем родителей. Это большая проблема. Дети, которые активно набирают массу тела, у них подходит по времени, например, при корме. И что мы видим? Ребенка сажают на голодную диету, маму сажают, если грудное вскармливание, на голодную диету. И в итоге проблемы с ростом в дальнейшем. Потому что дети, пищевые привычки закладываются, а это, опять же, рост уже в раннем возрасте. Особенно это касается групп риска. Дети, которые были маловесные по сроку листации, с задержкой внутриутробного развития, недоношенные дети, они весьма активно набирают в первые... Они демонстрируют так называемый догоняющий рост. И вот здесь их начинают тормозить. Не нужно этого делать. Оценивайте адекватно детей и оценивайте их суточный рацион, чтобы понять, у нас на самом деле ребенок переедает или нет. Казуистически редкая история, когда на фоне грудного вскармливания бывают неадекватные прибавки в весе, в росте, которые все-таки приводят к тому, что мы вынуждены отказываться от грудного вскармливания. Таких историй вообще минимальное количество. Гораздо чаще это просто боязнь и страхи мамы, боязнь и страхи педиатра отпустить такого ребенка. И также еще напоминаю, что если мы говорим про избыточную прибавку массы тела, то если она сочетается с низким ростом, то это повод консультации генетика уже на первом году жизни. Особенно если вы видите так называемые малые аномалии развития или то, что раньше называлось стигмами десемпиогенеза. Они представлены на слайде, но в общем-то подробно не будем прям на них останавливаться, их легко найти, прочитать про них то, на что нужно обращать внимание. В сочетании задержка роста, в сочетании с подобными стигмами, избыточная масса тела в сочетании с подобными стигмами, это повод обследоваться безусловно. То есть ребенок может в течение первого года жизни по-разному прибавлять в массе и в росте, и это абсолютно нормально. Наша задача в соответствии с существующими нормативами, в соответствии с существующими цельтельными таблицами, графиками оценить динамику с учетом его сопутствующих жалоб, с учетом наличия или отсутствия вот этих малых аномальных развитий, с учетом семейного анамнеза, и только тогда принять решение, будем ли мы такого ребенка подозревать на наличие патологии роста. Мини-пубертат коротко, в следующей лекции чуть более подробно расскажу. Это вариант нормального развития как у мальчиков, так и у девочек, и он не должен вызывать ускорение роста. Это появление изолированного дилархи, то есть увеличение молочных желез у девочек, у мальчиков увеличение размеров половых органов. Нет ускорения роста, нет ускорения костного возраста. Сначала обращаем внимание, безусловно, на рост, если мы видим ускорение, потом уже костный возраст обследуем. Безусловно, бывает иногда сложно отличить мини-пубертат от преждевременного полового развития, но рост – это ключевой момент, на который стоит обращать внимание. Иногда требуется дообследование, иногда требуется проведение какого-либо гормонального обследования, проб, но чаще всего это просто наблюдение с измерением роста, оценки динамики по строениям ростовой кривой не реже два раза в год, чем два раза в год. И то, это мы говорим уже с таким, с оговоркой детей первого года жизни, как правило, все-таки меряют каждый месяц, а потом про них забывают. Но это в следующем лекции обязательно про это поговорим. Ну и, наверное, с мини-пубертатом давайте немножко все-таки отложим. Единственное, что я хотела бы сказать, что оценка ребенка, когда он приходит к вам на участок, должна проходить комплексно. Измерение роста, веса, окружности головы. Вы можете не использовать старые индексы, которые были ранее использованы, там, окружности бедра, измерения и прочее. Вы можете пользоваться доступными вам методами, потому что, опять-таки, они уже утрачивают свою диагностическую, прогностическую значимость. И про пол. Единственное, что я бы хотела чем закончить, и, наверное, не раз еще раз поговорю об этом, что если у вас есть какие-либо при физикальном обследовании ребенка нового для вас, если вы сразу же видите какие-либо аномалии развития, не нужно ждать, что яичко куда-то что-то опустится, не нужно этого ждать. Пожалуйста, сразу направляйте к эндокринологу. У вас есть совсем немного времени, чтобы этого ребенка, особенно мальчика, адекватно обследовать. Поэтому не экспериментируйте, не ждите, про это тоже еще поговорим. Коллеги, я перехожу к следующей части нашего вебинара. Это развитие психики ребенка в первый год жизни. И здесь будет интересно, потому что, с той стороны, информации, как мне казалось, будет не очень много, с другой стороны, мне пришлось себя ограничивать в том, чтобы напихивать эту лекцию. Мне очень не хочется рассеивать ваше внимание на незначимые подробности, поэтому сконцентрируемся на том, что мы ожидаем у ребенка до первого года жизни увидеть, и немножко про то, что за этим стоит нейрофизиологически. Итак, поехали. Социальный мозг – это как раз то, что определяет главные функции у человека. Здесь речь, здесь внимание, здесь все, что отвечает за общение, восприятие информации и так далее. Поэтому начинаем с тех анализаторов, которые формируются у нас при рождении. Так вот, значит, при рождении формируется у нас еще при гистации обоняние и вкус. Это критические для первых минут жизни анализаторы, потому что по этим признакам ребенок определяет мать. Потому что диета матери влияет на вкус амниотической жидкости, которая находится за плод, эмбрион. И потом, когда ребенок рождается, по запаху, по вкусу он мать уже может определять сразу. Ну и включает это обонятельную кору, таламус, островок, она же инсуля, мозжечок, поясную и обоцветальную кору. Эти структуры как раз-таки уже развиты, чтобы определять эти стимулы. Самоцензорный анализатор тоже формируется еще в середине гистации. Это показано на рожденных преждевременно детях. То есть дети, которые были рождены в 30-й неделе, у них уже все было сформировано, все было готово. Как и у взрослого, это все на контрлатеральной зоне коры, то есть противоположная извилина. Правая сторона тела – это левая полушария, левая сторона тела – это правая полушария. И они дифференцированы все по зонам тела ребенка. То есть здесь вы видите классический из учебников неврологии рисунок, как на постцентральной извилине располагается чувствительность разных отделов тела. Здесь осязание, здесь проприоцептивная чувствительность. И слуховой анализатор тоже самый ранний. Он формируется еще внутриутробно. То есть после 30-й неделе гистации слуховые зоны височной коры активны. И после рождения уже отмечается дифференциация между полушариями. То есть лучше на речь реагирует левая полушария, а височные отделы правого полушария лучше реагируют на мелодичные звуки. И это продолжается. Потом за левым полушарием прочно закрепляется как раз-таки речевая функция. После первого месяца, однако, отмечается ослабление активации слуховых зонок коры при стимуляции. То есть первый месяц жизни слуховой анализатор работает и развивается активно. Потом немного его развитие как будто бы затухает. Он не так активно реагирует и включается. К третьему месяцу он снова активен. И более того, начинает активироваться левая височная доля, угловая извильна, префронтальная кора в ответ на речь, что говорит об усложнении анализатора и о его готовности воспринимать более сложные звуки, нежели простые, а именно различать уже речь. А после шести месяцев активность слуховых зон коры не отличается от таковой у взрослых. Зрительный анализатор. Ну, здесь ничего интересного я не скажу. Потому что дети у человека не рождаются слепыми, они видят сразу. И активное развитие зрительных зон происходит первые семь недель после рождения. Но видеть это еще не все. Самая главная фишка зрения – это осмыслять увиденное, определять, разводить внимание и так далее. Вот для этого мало одних зрительных зон. Здесь нужно включение еще и ассоциативных зон. Извините. Здесь необходимо включение еще и ассоциативных зон. И здесь от развития когнитивных функций, а именно нашей любимой лобной доли головного мозга. Это будет сильно влиять на то, как работает зрительный анализатор. Поэтому все со временем расскажу. Итак, взаимосвязи. Самое главное для социального мозга. Потому что, чтобы все работало вместе, нужны связи. И возможность интегрировать зрение и слух вместе. То есть, соотносить, что то, что я вижу, я это же и слышу. И понимать, откуда относятся звуки. И через глаза за этим всем следить. Это к пяти месяцам формируется примерно. Ну, сроки приблизительные, но где-то так. Моторные зоны. Здесь та же история, что и со зрением. То есть, грубо говоря, у ребенка моторное развитие коры больших полушарий, оно готово. И очень рано. Практически при рождении все очень быстро нарастает. С несколько месяцев и все. Все развито. Все работает. Все подключено. Но человек не ходит. Он даже переворачивается только, учится там в три месяца. Не педиатр, не знаю во сколько там. Садится в шесть месяцев, это помню. Вот. И что? Почему так? Вот как раз и за связи. Для того, чтобы ребенок мог не просто беспорядочно дергаться и двигаться, а мог координировать, направлять свои действия, делать их целенаправленными. Для этого нужна префронтальная кора. Для этого нужна сознательная деятельность, мышление. А все это еще не развито. Поэтому, хотя моторно ребенок ко всему готов, кстати, пойти он еще не может. Слишком сложный акт, чтобы младенец мог его совершить. Поэтому все готовится и отнюдь не на, скажем так, моторном уровне. Все готовится на гораздо более высоком ассоциативном уровне. И вот мы подходим к когнитивным функциям. И на то, что когнитивные функции очень активно развиваются в первый год жизни. Результат мы увидим только на втором году. Поэтому сегодня мы коротко коснемся основ. А вот следующая лекция, где у нас с 2 по 3 год жизни, там мы подробно проговорим, какие именно когнитивные функции наконец-то ребенок нам явит. А пока первый год они у него развиваются. И внимание, это первое, что нам нужно. Как я уже говорил, это критично и для зрения тоже, и для слуха тоже. Определение внимания на слайде вы видите. То есть способность оптимизировать ресурсы мозга для достижения цели. Какая цель? Прочитать что-то, взять что-то, пойти куда-то. Совершенно не важно. Главное целенаправленно концентрировать ресурсы мозга. И различают три уровня внимания. Избирательное, самый низший уровень. Потом постоянное внимание. И третий уровень внимания, самый высокий. Это исполнительные функции, принятие решений, переключение между задачами. И вот здесь, на третьем уровне, как раз таки заключено произвольное внимание. То есть не путайте. Избирательное внимание это не произвольное. Произвольное это там, где человек может собраться, сосредоточиться и сделать выбор, что ему сейчас важно. Спойлер. Это развивается к 6-7 годам. Так что сегодня про произвольное внимание мы говорить не можем в том смысле, каком мы его понимаем у взрослых людей. Да, у ребенка внимание тоже в какой-то степени произвольное. Но очень нестойкое и кратковременное, не готовое еще к структуре мозга. Но обо всем по порядку. Избирательное внимание это то, что нужно для ориентации в пространстве, для того, чтобы концентрироваться на вновь изникающих объектах для выживания. Мне это важно, чтобы видеть какие-то новые стимулы в поле зрения, реагировать на них и таким образом выживать. Ну а на более высоком уровне еще и выбирать значимый, игнорируя лишний. Но здесь уже просто вниманием не обойдешься. Нужна еще и префронтальная кора. Какие структуры на самом простом уровне отвечают за внимание? Это теменные зоны, это фронтальные зрительные поля и верхние двухолмия среднего мозга. То есть это вообще не корковый уровень, это уровень среднего мозга. Даже не промежуточного. И вот в первый месяц жизни ребенок, благодаря как раз верхнему двухолмию, может привлечать внимание между объектами, если они не попадают в одно поле зрения. Если два объекта в одном поле зрения, он не сможет выбрать. Надо переводить глаз так, чтобы когда он видит один объект, он одновременно не видел другой. Тогда он внимание сосредоточит. А так, извините. И потом, через несколько месяцев, там 4, может меньше месяцев, подключаются уже корковые структуры. И это позволяет переключаться между двумя объектами, которые в поле зрения у ребенка находятся. Вот как у меня сейчас и презентация, и видеокамера, все в одном поле зрения. Но я могу переключаться, глядя, казалось бы, на оба объекта, на какой-то один. Постоянное внимание. Следующий уровень. Здесь способность поддерживать внимание, не убирать глаза длительное время от какого-то объекта или на конкретной задачи стрелотачиваться. Здесь теменная кора, правая лобная кора, то есть только правое полушарие, и серое пятно. Напомню, серое пятно – это структура, вырабатывающая норадреналин. Норадреналин – важный нейромедиатор для того, чтобы настраивать произвольное внимание и отсекать ненужные импульсы, усиливать входящий сигнал и так далее. Критичен для развития СДВГ, патология серого пятна. Поэтому здесь все на месте и на структуре. А еще выделяется сеть оценки значимости входящего сигнала, где участвуют как раз и поясная извилина, и островок инсуля. Вот на слайде она представлена. Там находится внутри полушарий. Стреатум – полосатое тело, то есть и таламус. И эта сеть, она для того и нужна, чтобы сразу на подсознательном уровне отсекать, какие сигналы важны для мозга сейчас, какие не важны. Таким образом усиливать входящий сигнал, игнорировать сигнал, который нам не нужен сейчас, среди шума выделять какую-то речь, которую мы хотим услышать. Но вот работ, которые говорят о развитии последовательном этой системы, их очень мало, поэтому мне нечего сказать о том, как на первом году жизни эта система развивается. И мы переходим наконец-то к третьему уровню, которое на первом году жизни очень мало заметно, хоть и активно эти структуры развиваются, но результат мы увидим только после 12 месяцев. Значит, что это? Это фронтопарьетальная сеть. И из названия уже понятно, что здесь лобные доли с теменными вместе, они отвечают как раз за выбор задачи и за концентрацию ресурсов для достижения цели. То же самое, что у меня было в определении слова «внимание». И они интегрируют исходящие сигналы, они ингибируют неважные стимулы, в том числе стимулы эндогенные, исходящие из подкорковых структур, например, та же лимбическая система, которая сейчас требует эмоционально отреагировать на что-то. Но эта система ее подавляет. И вот как раз-таки фронтопарьетальная кора и среди с ней структуры, они ключевые, и они развиваются на первом году как взаимосвязи между собой, они устанавливают понемногу взаимосвязи с другими отделами центральной нервной системы, и благодаря этому они будут готовы со второго года жизни править балл, наконец-то пустить развитие в нужное направление. Но я опять буду давать спойлеры, что вот это все крайне медленно развивается. И настоящие результаты исполнительных функций, настоящие результаты этой работы по формированию взаимосвязей и роста мы увидим в 4 года, в 5, в 6 лет. А до этого это все будет давать замечательные сбои. Но я остановлюсь на таком феномене, который довольно неплохо изучен и который имеет прямое отношение как раз к этой системе фронтопарьетальной сети. Это разделенное внимание, которое формируется уже в первые полгода. И мы знаем, что это симптом, который важен при оценке ребенка на расстройство аутистического спектра. И да, мы его оцениваем в полтора года, обычно не раньше, но оно формируется уже до года. И различают ответное разделенное внимание и инициативное. То есть ответное что значит? Мы ребенку показали, посмотри в окно, и он посмотрел вслед за пальцем. Вообще очень много решает взгляд. Ребенок еще в первом месяце жизни различает взгляд значимого взрослого, понимая, что взгляд это не просто так и начинает за взглядом следить. Поэтому уже переведенный взгляд взрослого это сигнал для ребенка посмотреть туда же, куда смотрит взрослый. И вот это ответное разделенное внимание. На картинке с пальцем показан пример, но можно даже взглядом и ребенок посмотреть. Инициативное разделенное внимание это более поздний вариант. Развивается после года, как правило, ребенок сам начинает привлекать взрослого, посмотреть, разделить с ним его опыт. И вот до первого года известно, что развиваются структуры, которые отвечают преимущественно за ответное разделенное внимание. Вот вы видите здесь ромбики серые, вот они означают ответное разделенное внимание. И это, как видите, лобные структуры, это поэтальные височные структуры, и на срезе полушария, это правая картинка, здесь как раз наша орбита, фронтальная кора, здесь и миндалина немного задействована, и поясная извилина задействована. В общем-то, это все самый простой уровень. И до первого года, хоть оно и развивается, не факт, что мы это увидим. Ребенок может не демонстрировать разделенное внимание до полутора лет, и это нормально, ничего страшного. Потом это, конечно, проблема, но пока может не демонстрировать. Однако оно у него развивается. Про эмоции у меня сегодня совсем мало, всего лишь один слайд. Эмоции равно лимбическая система. Все вы это знаете из школьного курса физики. И, как правило, они развиваются, конечно же. Известно, что с полугода ребенок может давать ответ на злые и грустные голоса. То есть, там интересные были исследования, что когда голос веселый, на него, если измеряют активность этих областей при функциональном МРТ, ответ на веселые голоса, он такой же, как на нейтральные. То есть, как бы радость ребенка особо не заботит. Но когда ребенок слышит грустные или злые голоса, тут лимбические структуры активируются. Ну, конечно же, что-то опасное, критичнее распознать, чем что-то веселое. Эволюционно понятно, почему так. И еще с 4-6 месяцев лимбическая система уже способна распознавать лица. Выражение. Были исследования, которые сказали, во-первых, что ребенок, он рождаясь, уже способен различать лицо матери от лица незнакомца, различать радостное лицо от грустного лица. Более того, дети способны уже в возрасте 4-5 месяцев, даже раньше, различать картинки, где, допустим, две точки, как глаза, и посередине треугольник, как нос. И вот они на такое изображение, грубо говоря, схему лица реагируют. А если элементы расположены неправильно, то есть точки две внизу, а нос как бы наверху, ребенок не поворачивается к этому, он лица в этом не видит. И вот как раз лимбическая система, она и участвует в, простите за цифтологию, в системе распознавания лиц. Потому что распознавание лиц, волоса, эмоций – это целая сеть в головном мозге, любительская система в этом принимает живейшее участие. И уже на первом году жизни все прекрасно работает. Но, простите, у меня только один слайд. Продолжаем. Простите, пожалуйста, за физические проблемы. Итак, ну, если вы не видели слайд по лимбической системе, то вот он. Но я все вслух сказал, нечего там смотреть, как говорится, все нормально, на первом году жизни она развивается. Итак, речь – самый апогей социального мозга. Нам надо, чтобы ребенок и понимал нас, и говорил с нами. Так вот, на первом году речь, как таковая, не развивается. Но очень важные процессы для ее развития уже происходят. Во-первых, при рождении ребенок реагирует на голос, а сам может плакать. А в три месяца уже отвечает улыбкой на улыбку. И в три месяца появляется так называемый дизеренцированный плач. Разный плач, разные силы, разные тональности на разные стимулы. Гуление появляется, начинается взаимодействие с звуками в ответ на родителя. Что-то родитель сказал, какой-то вокализм ребенок издает, и все это начинает быть взаимным. В шесть месяцев ребенок откликается на имя. Хотя, конечно же, мы оцениваем, что с года это проблема, если ребенок в год на имя не откликается, это симптом аутизма. Но уже с шести месяцев ребенок способен на это, поворачивать голову на имя. Появление согласных делает возможным слоги в речи ребенка. То есть с шести месяцев ребенок может не просто издавать звуки, а говорить слоги. С девять месяцев уже доступно понимание слова «нет», и ребенок, услышав «нет», останавливается. Появляются ответные жесты. Например, машешь рукой, ребенок тоже машет рукой на прощание. Важно именно в ответ, он копирует. Указательный жест в девять месяцев появляется из собственного, а также он целенаправленно может говорить слова. Как правило, он повторяет слог «ма» и думает, что он «мама» говорит. Но это пока слог, хотя невероятно часто повторенный. Как правило, не целенаправленный. Но к году ребенок уже начинает следовать командным жестам, когда ему показывают, говорят. Вот он разделенное внимание во всей красе зацветает у нас. А также целенаправленная «мама» и первые слова. Я лично мама и папа считаю тоже словами, поэтому я всегда спрашиваю родителей, когда первые слова. И чтобы упростить задачу, я всегда говорю, когда ребенок сказал «мама», «папа», все. А то если спросишь, когда первые слова, родитель впадает, как правило, немного в ступор и начинает думать. Поэтому всегда я говорю, когда сказал «мама», вспоминают сразу. Все. До полутора лет сказал «мама», молодец, норма. Все, все просто. Но мы на полтора года не выскакиваем, мы держим все нашего плана. У нас сегодня только до года. Поэтому остановились на том, что первые слова у ребенка появились. Уделяются вчителей периоды социального мозга. И здесь на слайде вы видите, что до рождения уже у нас обоняние, до рождения уже осязание закладывается и развито. Слух при рождении, зрение при рождении, все работает. А вот чуть подольше – это период развития эмоциональной сферы. И здесь на слайде, на этой схеме, которую я из статьи тиснул, чужой, на ней нет временной шкалы. То есть, видите, рождение и постнатальное развитие. Но тут нет ни градации, ничего, непонятно. Вот этот вот горб чувствительного периода – это сколько? Это месяц, два, год? До какого возраста вообще? Авторы даже в статье это не поясняют. Говорят, ну, примерно вот так вот, где-то вот так вот. Так что что там в постнатальном развитии с вот этой вот последней картинкой про лобные доли, про развитие сознания, про развитие когнитивных функций? Огромный чувствительный период, когда все это развивается. Ну, справедливости ради надо сказать, что вообще префонтальные зоны мозга разозревают вплоть до 25 лет, если я не ошибся. Так что здесь к 7 годам они развиваются так, чтобы быть, а потом они все равно продолжают совершенствоваться. Так что здесь, видимо, очень длинный частичный период, сильно выходящий за год развития. И очень хорошие есть доказательства о том, как ребенок за первые полгода жизни, вот здесь видите, в месяцах шкала по оси абсцисс, 6 месяцев, как от рефлексивного ребенок переходит к сознательному. То есть, видите, первый график – это рефлексивный плач, а второй график – это трекинг глазами, слежение глазами. И вы видите, что ребенок, он, во-первых, постепенно начинает отвечать звуками на внимание, то есть, ему внимание обратили, он звуками ответил, и он начинает говорить сам согласные звуки 6 месяцев, а до этого активный звук гласный. Все это у него уже сознательно, не рефлексивно, не просто так. То есть, рефлексивный плач, он затухает 3 месяца. А вот интересно с глазами, да, то есть, ребенок уже не просто, шарит глазами, а он начинает осматривать объекты. Слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Он начинает видеть за объектами по кругу, и это все постепенно нарастает, постепенно развивается. И это довольно интересно. Как раз-таки то, что я говорил. Да, зритель-иннавиатор работает сразу, ребенок видит сразу, но чтобы глаза использовать, нужно подключение как раз когнитивных функций. И вот мы видим на этих графиках, как включаются когнитивные функции, как созревает перфонтальная кора, и, наконец-то, глазные яблоки не бегают беспорядочно, а действуют четко по целям. И если мы опять-таки проговорим про сроки интеграции функций мозга, если вы обратили внимание, я эту лекцию собираю в оклоскутное одеяло по разным источникам, потому что нет таких вот работ, где мне вот выложили, да, авторы, вот год развития, первый год развития, вот тебе, пожалуйста, все описали подробно по месяцам. Нет таких статей, приходится искать, поэтому вы меня простите, я повторяюсь, конечно. Но вот первый месяц локальное развитие мозговых областей, потом до седьмого месяца идет активное нарастание связи между разными областями, их интеграция, что позволяет как раз-таки ребенку, наконец-то, не отдельно каждой функцией рулить, а для какой-то общей цели их объединять. И потом мозг работает постепенно до двух лет как одно целое, он научается этому, и он научается к двум годам включать узкоспециализированные структуры в решение каких-то задач. И еще нельзя пройти мимо таких вопросов нейробиологии, как экспрессия генов. Напомню, есть гены, они в ДНК. А чтобы ген стал белком, надо, чтобы он экспрессировался, появился в виде белка. И не всегда ген экспрессируется, он может молчать. А еще есть расписание экспрессии генов, но не всегда ген должен экспрессироваться в это время. ДНК, он содержит информацию обо всех генах вообще, которые формируют организм. Все 46 хромосом, сколько там у человека. Но нам не нужно, чтобы все они одновременно экспрессировались. И вот здесь, на слайде, изображено расписание экспрессии отдельных генов, отвечающих за рост и развитие структур. Не всех генов, а только отдельных. Их название даже в статье приведено у автора Шульц. Но я их не выводил на слайд. Зачем название этих генов? Я вот их не знаю. Мне ничего не скажут эти гены. Главное, что они связаны как раз с синаптогенезом, с развитием дендритов и с ростом аксонов. Вы видите, что в первом году жизни активно происходит генез синапсов. И вот чем желтее, тем активнее. Вы видите на слайде, что гиппокам, V1 – это как раз визуальные области зрения. Потом префронтальная кора, дорсо-алтеральная, вентро-алтеральная, моторные зоны. Вот они активно формируют синапсы как раз после 6 месяцев. Потом дендриты развиваются в этих же областях очень активно в конце первого года жизни. А вот аксоны почти не развиваются. Почему? Потому что аксон – это длинные отростки нейронов. Это как раз таки исходящий сигнал. И они должны быть миеллинизированы. И вот развитие аксонов, их миеллинизация для того, чтобы сигнал проходил, это после первого года. Это белое вещество головного мозга. Оно не на первом году так активно развивается. На первом году активно развивается пока серое вещество. Но чтобы про белое вещество вам рассказать, я должен коснуться вопросов нейроглии. Кто в меде учился, освежим знания гистологии. Глия – это те клетки мозга, которые не проводят электрический импульс. В этом их главное отличие от нейронов, которые могут генерировать и проводить электрический импульс. При этом глия необходима для лучшей проводимости. Потому что миеллинизация – это как раз таки нейроглия. Различают макро- и микроглию. Макроглия – это астроциты и олигодендроциты. Это клетки нейронального ростка, то есть близкие к нейронам, к целым клеткам нейронов. Микроглия – это клетки макрофагального происхождения, то есть иммунного происхождения. Здесь на слайде по крысам, то есть это не человек, это у крыс. И вот пи – это постнатальные, тут 20 дней постнатального развития. Видите, что астроциты, олигодендроциты развиваются уже активно постнатально. А инвазия микроглии, потому что это именно инвазия, это клетки не нейронального ростка, а иммунного ростка. И они встраиваются в нервную ткань и там начинают уже жить. И вот инвазия произошла в перинатальный период. Потом активно пошел у нас нейрогенезис, хрангиогенезис, синаптогенезис. И вы видите, даже у крыс миеллинизация, она попозже начинается. У человека все немножко не так. У человека все это еще после года происходит. А вот прунинг, то есть уничтожение лишних ненужных связей, лишних отростков, это после года у человека происходит. Прунинга пока, как правило, активного нет на первом году жизни. Про прунинг поговорим на наших последующих лекциях, особенно на следующем вебинаре, где 2-3 года жизни. Вот там прунинг будет очень активный, про него подробно поговорим. Функции у них, в принципе, сходные, но различаются в чем. Микроглия – это апоптос, смерть нейронов, это прунинг, аксонов и синапсов, это регуляция популяции астроцитов, то есть макроглии. Также они участвуют в нейрогенезе, глиогенезе, синтегенезе, фактор роста, экспрессируют и так далее. А вот макроглия, она больше ответственна как раз за питание, снабжение, жидкость нейронов, направление роста аксонов, создание миелина. То есть, если по своим языком, да, есть провод, есть его изоляция. Вот миелин – это вокруг аксона накручивается, изолирует его и улучшает проведение сигнала. Также это постнодальный ангиогенез, барьерогенез, тот самый гемотенцифалический барьер, что такое глия, помогает формировать его. Это стимуляция пролиферации, то есть размножения и дифференцировки микроглии. Нейроны не размножаются в течение жизни, что с рождения получил, то и есть, только умирают. А вот глиальные клетки, они размножаются, они могут размножаться, появляться, дифференцироваться. Но они не проводят нервный сигнал, поэтому расслабьтесь, умнее от глии вы не станете. И вот эти вот снимки МРТ первого года жизни наглядно показывают то, как количество воды в мозге уменьшается, как активно развивается белое вещество, и оно сначала в центральных отделах развивается, а потом переходит на периферические. И объем мозга стабилен у человека, хотя в первые годы объем серого вещества сначала увеличился, потом уменьшился, но объем мозга общий поддерживается за счет того, что белое вещество разрастается. И по некоторым оценкам белое вещество, то есть вот эти отростки, связи, они растут до 40 лет у человека. То есть все очень активно развивается, и в 25 развитие мозга не кончается. И все. Вот поэтому я и просил прощения в начале. Слишком много, казалось бы, рассказал, с другой стороны, хотелось бы побольше. Однако информации не так уж и много, поэтому оторвемся на последующих периодах развития. Но рассказать немножко про фемиологию привязанности я обязан. Я бы рад. Но информации внятной по тому, как привязанность развивается у нас до первого года жизни, я не успел найти. Поэтому про ее развитие мы лучше поймем на разборе кризисов, возрастных кризисов. Сегодня про кризисы ничего, зато про привязанность немного. Типы. У нас есть четыре основных типа привязанности. Надежный, тревожный, избегающий и самый-самый фатальный, тревожно-избегающий. И вот сейчас про них поговорим. Надежный – это страна розовых единорогов. Такой, наверное, не встречается. А кто говорит, что он у него есть, тот, наверное, недообследован. На найти проблемы будут. Вот что такое надежный тип? Это когда все потребности ребенка, все его эмоции родитель бережно принимал, помогал проживать, прорабатывать. Я даже не верю, что такое возможно в реальности. Но, тем не менее, вот такой тип бывает. И это самая здоровая личность, гармоничная получается. Нет дискомфорта от близости с другим человеком, можно строить отношения здоровые. Потому что тип привязанности, заложенный в раннем детстве, он потом на всю жизнь человеком и остается. И определяет его потенциал для построения отношений в будущем. Тип привязанности закладывается как раз до первого года жизни, считается так. Но, конечно, это не совсем так. Потому что ребенок, он чувствителен вообще в дошкольном возрасте. Я думаю, что тип привязанности закладывается до трех лет. Но я в следующей лекции как раз это уточню. Когда именно у нас закрывается окно возможностей. На каком возрасте тип привязанности уже закреплен. Но точно не на 12 месяцев. Так что мы пока можем выдохнуть и понимать, что этой лекцией сегодняшней закладка типа привязанности не закончится. Но надежный тип – это редкость. Поэтому чаще встретим патологическую привязанность. Избегающий тип. Если родитель ребенка отвергал, но не так отвергал, что вот отойди от меня. А отвергал в том плане, что не мог принять эмоции ребенка. Эмоции ребенка сталкивались с равнодушием. Родитель был закрытый, родитель был холодный какой-то. И вот у ребенка формируется сознание, что близость – это как-то вот так себе. Эмоции проявлять не надо, надо быть закрытым. Эмпатию такого человека снижена. Он потом может в отношениях в будущем испытывать трудности. Ну, например, быть холодным. И его партнер будет возмущаться, что это ты не принимаешь мои эмоции, а что ты не делишь своими переживаниями. Он так привык. И может быть такому человеку даже проще будет, вот почему избегающий тип, проще как-то одному, чем нагружать себя какой-то близостью, какими-то отношениями. Но это крайний вариант. Конечно, такие люди вступают в отношения. Все вступаем в отношения, но с проблемами. Тревожный тип – это когда родитель непоследователен. И ребенок постоянно испытывает тревогу о своей привязанности, о том, нужен ли он родителю, о том, важен ли он и его эмоции. И вот если родитель непоследователен, то да, то нет, то это хорошо, то то плохо. И ребенок не понимает. А еще такие дети тяжело разлуку переживают, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, родитель – это источник дискомфорта, без него еще хуже. И ребенок приучает их к тому, что, чтобы получить внимание родителя, надо проявить какие-то сильные эмоции. И поэтому таких людей развивается часто негативное самопредъявление, когда они специально себя плохо ведут, специально нарушают дисциплину и правила и вызывают на себя ругань и кары от родителя, потому что это все равно внимание. Им уже все равно. Они не понимают, что такое внимание взрослого. Это когда родитель тебя хвалит или когда он тебя ругает. И что из них лучше? Потому что, в противном случае, родитель вообще ничего не дает. И в итоге вырастает такой человек, неуверенным в близком, неуверенным в партнере. Как раз таки, может быть, характерны крайние варианты – это патологический контроль, гиперопека своих детей. И вот такая патологическая привязанность, когда человек не может тревожить свои эмоции, берет другого человека в заложники своих эмоций, чтобы мне было хорошо, ты должен себя вести определенным образом. Вот это тревожный тип привязанности, который усваивается еще и с детства, потому что ребенок с детства приучается к тому, что за эмоциональный покой родителя в чем-то ответственен он. И в итоге ему страшно. Не расстроил ли я папу, не расстроил ли я маму и так далее. Вот. Впоминается известный мем, надо было на слайд его поставить. Такой внимательный и учтивый. Спасибо. Меня растили в постоянном страхе расстроить кого-либо. Примерно про это тревожный тип привязанности. И самый крайний вариант – тревожный избегающий тип. Здесь на картинке он в правом нижнем углу. То есть высокий уровень тревожности и низкая самооценка и высокая степень избегаемости. Избегание я, других людей, избегание отношений. То есть это случаи, когда было насилие стороны родителя, эмоциональное отвержение, но не в плане равнодушия и непринятия, о таком агрессивном отвержении, что я тебя не люблю, я тебя не хотела. И со стороны матери это я такое вживую слышал. Звучит люто. Когда ребенку мать говорит такие слова. Я такое вживую слышал когда-то со стороны, слава богу, не в моей семье, но в общем-то, какие истории – это реальность. Это не выдумка из сериалов или каких-то фильмов про отношения. И вот это формирует тревожно-избегающий тип. Когда ребенок именно растет в атипичном поведении родителя. Это может быть, когда у родителя есть психическое расстройство, диагностированное. Это тоже формируется тревожно-избегающий тип. И в итоге, с одной стороны, человек нуждается в отношениях, ему нужно как-то, при этом ему страшно. И он может себя вести по-разному. И как тревожный, приковывая к себе другого человека, переживая, контролируя. И как избегающий, как бегущий от отношений. Все это в одном флаконе. Все это не подается описанию. И как раз-таки поэтому, на фоне этого привязанности, формируется расстройство личности. Ну, в частности, всем известное сейчас пограничное расстройство личности, когда у человека, хотя патологические отношения он выстраивает, с отношениями вечно проблема. Потому что отношения патологические, недолговечные. И, в общем-то, у человека чувство постоянное, что любви-то он недостоин. Там начинается полный, скажем так, кавардак. И он, разумеется, как и все другие патологические гипопривязанности, нуждается в психотерапевте. Но здесь гораздо больше человек будет нуждаться в диалектиках поведенческой психотерапии. И на этом сегодняшняя лекция у нас закончена. Спасибо, коллеги, за внимание. И мы будем на следующих вебинарах продолжать последовательно разбирать развитие ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok